Лёня и Ваня гуляют. Кто из них поступает, не очень умно. Это Ваня. Он смотрит на экран телефона и может не заметить обрыв и упасть. Лёня слеп, но у него, по крайней мере, есть палка. С её помощью он узнает о крае обрыва, как только его достигнет. Он в безопасности. Оля проводит отпуск, занимаясь скалолазанием. Катя взбирается на Эверест. Сможете сказать, кто из них поступает, не очень умно? Это Оля. Смотрите, она забыла о страховочной верёвке и взбирается на гору без неё. Это неправильно. Гена и Андрей – блогеры, которые делают селфи в опасных местах. На этот раз Гена делает селфи во время серфинга на огромной волне. А Андрей решил сделать селфи, стоя на краю моста над озером. Кто из них больше рискует? Это Гена. Оба парня делают очень рискованные вещи, но, по крайней мере, рядом с Андреем есть люди, которые могут ему помочь, если что-то случится. А Гена один в океане. Итак, очень раннее утро после вечеринки. Илья и Вадим везут своих детей в школу. Сможете сказать, кто из них поступает, не очень умно? Это Илья. Его сына даже нет в машине. Диана и Эмма находятся в отпуске, и обе решили попробовать что-то новое. Диана катается на лыжах в лесу, а Эмма учится кататься на коньках на озере. Кто из них в опасности? Это Эмма. Смотрите, лед на озере тряскается, а рядом нет никого, кто мог бы ей помочь. Она должна как можно быстрее оттуда уйти. Арина и Лиза готовятся к вечеринке с барбекю, которую они устраивают. Арина режет салаты на улице, а Лиза украшает дом и сад. Кто из них поступает, не очень умно. Это Арина. Пока она занимается салатами, мясо портится и на солнце. Кристина, мать четырех детей, вернулась домой и увидела, что все подростки спокойно занимаются своими делами. Старшие Алены играют в Уно. Галя читает. Ира рисует. Что делает Юля? Юля играет в Уно с Аленой. Взгляните на этих парней и скажите, кто из них ведет себя глупо. Все парни слева. В конце концов, они упадут. Единственный парень, который останется на дереве, тот, что справа. Детектив проводил отпуск на Гавайях. Он пил вечерний кофе на террасе, когда услышал шум и крик. Балконная дверь соседней комнаты была распахнута. Он вошел и спросил, что случилось. Там жила молодая актриса по имени Шанель. Она сказала, что какой-то мужчина, одетый в черные маски, попытался ее похитить. Она закричала, и преступник убежал в коридор. Актриса попросила детектива немедленно найти этого человека. Но детектив сказал, что Шанель лучше попробовать обмануть кого-то другого. А он бы предпочел вернуться к своему кофе. Почему он не поверил девушке? Посмотрите на дверь комнаты актрисы. Ее блокирует большое количество коробок. Если бы этот человек действительно выбежал за дверь, он бы разметал все вещи на своем пути. Девушка просто пыталась разыграть драму, чтобы привлечь внимание СМИ. Алексей пришел на урок физкультуры и сказал учителю, что, к сожалению, не может заниматься. Накануне он сломал руку. Но у Алексея была плохая репутация. Учитель не поверил парню, велел ему не валять дурака. А вы верите Алексею? Смотрите, у него на руке гипс, но он наложен поверх куртки. Видимо, это все-таки подделка. Марина сообщила, что к ней влез кто-то из соседей и украл сумку. Полицейские допросили всех соседей. Борис сказал, что его не было дома. Я вернулся домой меньше минуты назад. Алиса сказала, что провела весь день дома и не выходила на улицу. Иван сказал, что выводил свою собаку на прогулку, но ничего не крал и не видел ничего странного. Власти арестовали одного человека. Кого же? Они арестовали Бориса. Он сказал, что только что вернулся домой. Но на плите в кастрюле кипит вода. Он явно уже какое-то время был дома. Олег работал в магазине часов. Однажды он позвонил в полицию. Когда полицейские прибыли, Олег сказал, что работал, когда вдруг отключилось электричество. Сначала он попытался решить проблему сам, но потом все-таки позвонил в полицию. Стражи порядка разобрались, в чем дело, и свет зажегся. Олег немедленно проверил кассу. Похоже, пока свет был выключен, кто-то проник в магазин и украл все деньги. Но полицейские не поверили мужчине и арестовали его. Почему? В магазине были механические и электронные часы. Но разница между временем, которое они показывают, составляет всего 10 минут. Механические часы не останавливаются, когда отключается электричество. А это значит, что свет отключался всего на 10 минут. Олег, должно быть, сам отключил электричество, а потом позвонил в полицию. Никита был писателем. Его всегда раздражали подростки, которые собирались у его дома и мешали сосредоточиться. Однажды он позвонил в полицию. Когда полицейские прибыли, он сказал, что кто-то бросил камень в окно его кабинета. Он попросил официально запретить подросткам приближаться к его дому. Но детектив ему не поверил. Почему? Смотрите, стекло разбито снизу, но эта часть окна защищена снаружи балкона. Никита, видимо, сам разбил окно, чтобы обвинить подростков. Петровы были в отпуске, и они понятия не имели, какой сегодня день. Папа сказал. Я почти уверен, что сегодня либо понедельник, либо вторник. Мама добавила. Все, что я знаю, это то, что вчера была не среда. Женя сказал. Должно быть сегодня среда или выходные. Саша засомневалась. Может быть, сегодня пятница? Маша сказала. Пятница будет завтра. Сможете сказать, какой сегодня день, если верно только одно утверждение? По словам папы, сегодня понедельник или вторник. По словам мамы, это любой другой день, кроме четверга. Так что это может быть понедельник, вторник, среда, пятница, суббота или воскресенье. Женя уверен, что сегодня среда, суббота или воскресенье. Саша утверждает, что сегодня пятница. А по словам Маши, сегодня четверг. Единственный день, который упоминается только один раз, это четверг. А это значит, что права Маша. Полина и Катя – сестры. Они вместе зависали в своей комнате. Катя была влюблена в парня из школы и решила написать ему письмо. Полина подумала, что это плохая идея, но Катя не стала ее слушать. Катя почти закончила и вышла на кухню, чтобы выпить чаю. Когда она вернулась, письма уже не было. Полина сказала, что внезапно налетел порыв ветра и письмо вылетело в окно. Но Катя не поверила и попросила Полину вернуть письмо. Как она догадалась, что письмо взяла сестра. Когда ветер дует в комнату снаружи, ничто не может вылететь из окна. Катя попал в аварию и потерял память. Карина и Алла обе утверждали, что Костя – их парень. Они отвели его туда, где у них якобы было первое свидание. Каждая из подруг надеялась, что Костя решит, что она его настоящая девушка. А вы поняли, с кем встречался этот парень? Взгляните на дерево. На нем написаны инициалы К плюс А. Похоже, подружка Кости – это Алла. В отеле кто-то ограбил богатого джентльмена. Единственным свидетелем был Максим, уборщик, который работал в отеле. Во время ограбления он убирался в соседней комнате. Детектив спросил мужчину, видел ли он что-нибудь. Максим сказал, «Я услышал шум и собирался войти в комнату. Но тут дверь открылась и ударила меня по голове. Какое-то время я ничего не видел». Максим даже показал полицейскому синяк на лбу. Однако детектив не поверил парню и арестовал его за содействие грабителю. Почему? Максима не могло ударить дверью, потому что она открывается внутрь. Он солгал. Кира находилась в больнице после несчастного случая. Ее разрешалось навещать только родственникам. Но три молодых человека очень хотели увидеть девушку. Ее парень, однокурсник, который был в нее влюблен, и ее брат. Каждый из них заявил, что он ее брат. Взгляните на водительские права парней и попытайтесь выяснить, кто из них действительно ее брат. Ее брат должно быть Филипп. Разница в возрасте между Кирой и Кириллом составляет 4 месяца. А между Кирой и Никитой 5 месяцев. Такая разница в возрасте слишком мала, чтобы они могли быть братом и сестрой. Миша пришел в полицию, чтобы заявить на своего двоюродного брата Диму. Тот сначала попросил Мишу приютить его на пару дней. А вечером Дима попросил хозяина принести фруктов из подвала. Когда Миша туда спустился, Дима запер его снаружи. В подвале не было электричества. И Миша не захватил с собой ни одного устройства, которое могло бы ему помочь. Два дня спустя в 4 часа утра он услышал, как его двоюродный брат уезжает. И только благодаря почтальону в тот же день ему удалось выбраться. Миша заявил, что все его деньги были украдены. Но полицейские не поверили парню. Почему? Миша сказал, что у него не было с собой никаких устройств. Как же он тогда узнал время? Было слишком темно, чтобы он мог что-то разглядеть на обычных часах. Но он назвал точное время отъезда двоюродного брата. Подозрительно. Субтитры создавал DimaTorzok